Накануне глава республики поручился оставить регламент о недопущении равнодушия и грубости чиновников, работающих в сфере предоставления государственных услуг. Илдархан призывал служащих в первую очередь думать о людях. Такой же призыв прозвучал сегодня на объезде проблемных домов и дворов Общероссийского народного фронта. Рабочую группу возглавила член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. Подробности в сюжете Марианы Кутуковой. Андрей Джуренко, как и сотни собственников жилого дома и участка, требует от застройщика достойного обмена. По его словам, имущество оценили незаконно. Межведомственная комиссия, признавшая дом аварийным, была создана и вынесла заключение за один день. При этом, как признались другие жильцы этого же дома, по Якутской 13 до строительства нового объекта не проводились даже публичные слушания. Сейчас только выкупать, потому что сейчас вот этот дом в 7 метрах строится. Все, это наш дом через 2 года разрушится. Тогда и комиссии не надо будет, и экспертов, когда он развалится, они этого дожидаются. Мы сегодня говорим, что сама межведомственная комиссия была сделана с нарушениями. И мы будем говорить, что это неправильно и мнение граждан. Их даже не уведомили о том, что придет сюда межведомственная комиссия. Они внешне по контуру, значит, прошли, посмотрели квартиры, дома внешне и приняли за людей решение. Вот это абсолютно не президентский подход, и вот это абсолютно не в интересах граждан. И такое развитие территории никому абсолютно не надо. В следующих объектах, которые посетила Светлана Калинина, ситуация обстояла совершенно по-другому. При наличии явных признаков аварийности домов, они не вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Устали уже, что уже сил бороться с ними нету, потому что, но я как поняла, туда ходить в департамент, это бесполезно. Потому что в конечном итоге они всегда получаются правы. Следующим пунктом объезда рабочей группы Общероссийского народного фронта стало село Хатасы. А точнее, частные дома, которые попали в охранную зону проведения магистрального газопровода на Покровском тракте. По решению суда, эти дома должны были быть снесены до 1 августа. Однако, как мы видим, они пока еще стоят. Вопрос решается. Светлана Викторовна предложила вариант Иркутской области. Это защитная стена, которая защитит имущество от взрывной волны. И второе предложение Светланы Викторовны – это приостановить исполнение судебных решений. То есть, это все участники уже судебного процесса должны сесть, я так понял, за ствол. Обсуждение проблем далее продолжилось на совещании с участием актива регионального отделения ОНФ, органов государственной власти и окружной администрации. На встрече вторая сторона озвучила свои позиции. По словам Сергея Игнатенко, проблемы существуют, но это не говорит о том, что ничего не делается. Несмотря на большое число аварийных домов в Якутске, республика является в стране лидером по вводу жилья. Основная проблема состоит в отношении застройщиков и граждан, которые требуют баснословные суммы за свое имущество. По итогам объезда эти и другие вопросы непременно будут доведены до президента страны, после чего, возможно, произойдут изменения не только на региональном, но и на федеральном уровне. Марьяна Кутукова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.